С каждым разом погружаясь в Гринлайт все глубже и глубже, я начинаю осознавать, что его не мог сделать человек, и скорее всего тот, кто пошерстит его от начала до конца, познает всю суть мироздания, и сможет двигать звезды, и проходить онлайн игры, но нас это не касается. Ведь с вами вновь Дедушка Доктор со своими специфическими вкусами. Ежедневно в Гринлайт попадает около нескольких десятков игр, за неделю их может добираться до сотни, и вполне логично, учитывая сколько девелоперов хотят показать миру свой проект, и кажется, что выбрать из всего этого многообразия 5 игр довольно легко. Но не тут-то было, огромная доля этих самых проектов представляет из себя либо невнятное нечто, не пойми под что сделано и вообще непонятно для чего, либо очередной страшнюючий ужастик про собирание записок. Возможно, кто-то и получит с этого удовольствия, но я предпочитаю такое обходить стороной. К чему это я? К ненавязчивому напоминанию, что все показанные тут игры, результат только моего извращенного вкуса, если вы с ним не согласны, добро пожаловать в комментарии к видео. С превеликим удовольствием сужу с вами свой выбор, и взгляну на проект, который, по вашему мнению, стоило бы добавить в выпуск. Ну а мы начинаем. И открывает наш список The Musi Man, пазл-адвенчура про шамана, ищущего свой путь от Владимира Белёсткина и Михаила Швачко. Боги, как я надеюсь, что правильно прочитал, извините, если это не так. Знаете, есть такой тип игр, который не имеет особого геймплея, но при этом держит вас за монитором, поглеящий всяких AAA-шутеров, вроде того же Limbo. The Musi Man как раз из их разряда, это просто приключение шамана. Шамана, который ищет себя. Самое интересное, что играя в это, вы почему-то тоже ощущаете себя причастным к этому самому поиску. Странное и невероятное чувство. Настоятельно рекомендую попробовать, демоверсия имеется на их официальном сайте. Геймплейно же это обычная бродилка в 2D пространстве, с особенностью в виде перемещения в мир духов и реальность, с помощью чего и решает все по большей части головоломки. Ничего выдающегося, но и игра цепляет своей графической частью, языковым сопровождением. Мягко говоря, цепляет. Давненько я не ощущал ничего подобного. За демку с вас денег не попросят, так что дерзайте. А мы продолжаем. Deep Space Mine от Hungry Sandwich. Честно говоря, я очень долго думал, включать ли эту игру в список, но меня пленило наличие мультиплеера. Последние годы игры, в которые можно поиграть с друзьями или знакомыми, стали довольно редки, особенно если без требования в виде регистрации в каких-либо онлайн сервисах. Так что вот такие вот проекты надо ценить. Что же это за зверюга такой? Экономическая стратегия в ее чистейшем проявлении. Перед вами набор планет. Отшахтерите их по полной вашими орбитальными бурами и станьте самым богатым шахтером в глубоком космосе. Разумеется, все это в пошаговости. Не шибко, сложно, но, как я уже говорил, пленяет именно мультиплеер, который тут завезли буквально во всех его проявлениях. Так что обещает быть довольно забавной игрушкой, особенно если требования постоянного подключения к интернету не будет среди обязательных условий. В остальном же, ну, простенькая 3D графика, простенький музыкальный фон, не особо сложный, я бы даже сказал, казуальный геймплей. На самом деле, я очень надеюсь, что в будущем звезут побольше контента. Тем более, что они уже наобещали его более чем много. Смущает разве что цена под 10 баксов, но... Яррррр. Кхм, ладно, да, продолжаем. Слабость к мультиплееру? Возможно, но мимо Люпинбола от Крафтвен даже без него пройти практически невозможно. Красивое графическое исполнение. Простенький, но оттого не менее захватывающий геймплей. Отличное музыкальное сопровождение. Мультиплеер это только дополняет, но никак не портит. Особенно радует тот факт, что игра не из ниоткуда, а изначально участвовала в одном очень популярном конкурсе инди-игр. И даже заняла там одно из почетных мест. Согласитесь, что это внушает доверие. Геймплейн же это... Аркадная пострелушка в стиле бомберменов, совмещенными с варлоками из третьего варкрафта. Чет я загнул со сравнением. В общем, есть арена, есть 4 игрока, сноряда рикошетит от стен, игроки умирают с одного попадания. Море фана, огромная динамика, счастье, полные штаны. Ребята обещают большое разнообразие карты, локальный мультиплеер, что, мягко говоря, немаловажно. Что же, удачи им, а мы продолжаем. Помните ли вы Alien Shooter? Этот взрыв популярности, который вызвал, по сути, элементарнейший геймплей. Не желаете повторить? Ну тогда настоятельно рекомендую обратить свое внимание на экшен Легиона, Таоник Энтертеймент. Сочная графика, классический слэшер геймплей и, возможно, даже сюжетец подвезли. На самом деле, главное, что цепляет в этом проекте, это графика. Звучит довольно странно, но поймите меня правильно. Большая часть инди-игр либо 2D-шные, либо с таким убожеским 3D, что японцы со своим анимешным 3D нервно курят в сторонке и пытаются сделать еще меньше полигонов. А тут... красиво. Это как минимум показывает, что либо вложены хорошие денежки, либо работает опытная команда. Что, согласитесь, довольно оптимистично, но все-таки немного смущает построение трейлера. Стрельбы много, противников мало, так что, возможно, будут придирки к левел-дизайну. Но это уж надо будет смотреть по выходу. А так, Alien Shooter как Alien Shooter, только без пришельцев. И... мультиплеера, что уже расстраивает. Но отсутствие мультиплеера это не всегда плохо, что доказывает даже последний на эту неделю проект. Дуд Стоп от Потомкина, Волкова и Звуков от Джохана. Есть игры, которые берут несложное действие и превращают его в игровую механику. Вы наверняка сейчас вспомнили Paper Plays. И это неплохо. Оригинальный подход даже к выбрасыванию мусора может затянуться на добрые пару часов, добавив к этому драму юмор. Так, это надо записать. Это моя идея! Кхм! Так вот... Дуд Стоп. Игра, где вы проходите серию тестов, определяющих, насколько вы мудак. А клеить марку ник по контуру? Ооо, вы плохой человек. Подложить зеленую конфету в вазу с красными? Извращение. Носки под сандали? Вы чудовище! Как вас вообще носит земля? Ну и все в таком духе. Идея просто офигенная. Более того, доступна демка, которую вы уже сейчас можете оценить. Но вот в ней меня ожидал когнитивный диссонанс, который, как я надеюсь, был вызван тем, что это все-таки демка. В трейлере каждое действие игрока комментирует закадровый голос, который мы, собственно, и раздражаем своими действиями. И это на самом деле круто и весело. А вот в демке это скорее напоминает набор головоломок с двойным решением. И вот этого вот самого закадрового голоса дико не хватает. Ведь согласитесь, что использовать комикс сенс, если с этого никого не пригорает, довольно унылое занятие. Надеюсь, в финальном билде этого комментатора добавят. Но даже без него это будет вполне оригинальный набор головоломок. Ну а наша головоломка на этом заканчивается. Я был очень рад всем тем вниманием и критике к нашему прошлому выпуску. И постарался в этом принять все к сведению и сделать все лучше, чем в прошлый раз. Надеюсь, хотя бы частично у меня получилось. Но нас ожидает еще долгий путь до настоящего, серьезного проекта, который сможет стоять наравне с настоящими обзорщиками. Надеюсь, мы пройдем его вместе. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Удачи вам и играйте в качественные игры. Субтитры создавал DimaTorzok